Частный приют Лохматая Душа расположен в Подмосковье. Около трех тысяч собак и около трехсот кошек. Животные не попадают в приют от хорошей жизни. Мы их спасаем, лечим, создаем им благоприятные условия, кормим, и все это делается нашими руками с вашей поддержкой. Но наступает момент, когда им пора домой. И у каждого из них есть такой шанс. Пиар – это сложная работа. Сделать фотосессию, распространить на всех ресурсах интернета фото наших подопечных. И это последняя ступенька в новую жизнь. Занимается этим наша незаменимая Анна. И сегодня мы вам покажем животных, которые готовы ехать домой. Ну что, доехала я до приюта, наконец-то. Это у нас приют, собачки желают. Сейчас будут выводить. В первую очередь мы сегодня снимаем бывший домашних собачек, которому тяжелее всего в приюте. Ну и маленьких щенков, у которых больше всего шансов найти семью уже сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok Это бывший домашний мальчик. Пять лет. Его сдали в приют. Ты был домашний, да? Не понимает за что. Не понимает как. Очень хочет домой. Вот так тянется к людям, обниматься, целоваться. Очень сложно было его снимать, потому что человеку ему настолько не хватает, что он не отрывается от людей. Хвост купирован. Собака в приюте, зато хвост купировали. Вот так. Танцор. Собака-танцор. Хороший мальчик. Это у нас девочка стерильная, 3-4 годика. Она маленькая, больше не вырастет. Вот такой хвост вертолет. Да, скажи? Такая холёсая. Да. Скажи, такая я холёсая. Забирайте меня. Забирайте меня скорее. Девочка, 3 года. Такая вот Лёва. Ты, Лёва, с бровками. Красавица. Завиляла хвостиком. Зайчик. Ой, ты какой зайчик сладкий. Будем фоткаться? Маму с папой будем искать? Вот такой зойка красивый. Девочка, 3 года, стерилизованная, такая малышка совсем маленькая, больше не вырастет. К человеку тянется. Немножко побаивается на улице, потому что у меня непривычный. Зайка. Фотографироваться будем? Маму с папой будем искать? Маму с папой будем искать? Ты уже устала так красиво? Ты уже готова, да, зайка? Хорошая. Хорошая малышка. Мальчик, 4 года, слепой. Он видит силуэты, но ориентируется в пространстве плохо. Очень спокойный. Спокойный очень мальчик. Очень красивый. Да, зайка? Ты красавчик. Ты, конечно, таким собакам тяжелее всего в приюте. Тоже человек ориентированный, прячется, ищет поддержки у человека. То есть не такая собака, которой никто не нужен. Да, скажи, малыш. Малыш, мы здесь, малыш. Зайчик. Мы здесь. Не видят. Не видят, да? Ты потерялся, да? Ты растерялся, не можешь нас найти, да? Такая вот зайка. Очень красивая. Кстати, компактного размера. Да, скажи. Я компактного размера, заберите меня домой. Заберите меня. Ну, такая зайка. Два года ей. Немножко скаталась на улице влажность. Да, скажи. Ну, если ее расчесать, вообще будет шикарная собака. Очень красивая. Немножко нервничает. Зайчик, не нервничай. Не нервничай, все хорошо. Вот так тоже прячется за человека. Обнимашки, целовашки. Такая вот девочка красивая. Первые секунды, конечно, тяжело им, потому что их выводят. Они немножко в шоке. Заворота. Ну, потом, видите, как с человеком. То есть, в принципе, на адаптацию, я думаю, немного ей понадобится. Она уже такая очень обнимательная собака. Просто боится. Просто боится. Это у нас ветеран приюта, бабуленька. Ей 7 лет. Ну, не такая уж и бабуленька, потому что она маленькая. А для маленькой собаки это не приговор 7 лет. Такая она очень осторожная, аккуратная. Реагирует на звуки разные. Ну, такая тоже немножко бояка. Ну, ее плюс то, что она прям компактная. Компактная зайка. 7-летняя. Да, скажи? А это охранник. Лютый. Я на него нагавкала. И он на меня тоже гавкает. Да скажи, покажи, как ты гавкаешь. Покажи, как ты гавкаешь. А все уже не гавкает? Понюхать подошел. А первое время на меня прям нагавкал. Да, ты охранник будешь? Такие ушки красивые. Кто там? Погавкай. Как ты гавкаешь, зайчик? Охранник. Такая милая собака. Такая бусинка. Охраняет. Батю охраняет. Да? Ты охранник? Да. Вот как разговаривает. Ты так разговариваешь. Предупреждает. Уйди от меня, тетка-фотограф. Я тебе сейчас погавкаю, да, скажи? Скажи, я тут гавкаю, а не ты. Хороший. Бусинка, хороший. О, какой хороший. Вы знаете, я в этом приюте, ну, так сказать, обитаю уже третий год. Третий, наверное, четвертый уже, наверное, пошел. Вообще, я много приютов объездила и много историй слышала и видела. Но, вы знаете, до сих пор приезжая сюда, мне иногда накатывает вот эта волна непонимания. За что им все это? За что они здесь без хозяев? Нет, понятно, что в приюте им безопаснее, чем на улице. Их стерилизуют, лечат, они не будут размножаться. Ну, вот эти коробки с щенками, которые каждый день поступают в приют. Ну, просто невозможно на это на все смотреть. Ну, так, просто, спокойно. И воспринимать это как должно, как будто так и должно быть. Субтитры сделал DimaTorzok